Да, я хотел бы тоже добавить, значит, ситуация, на мой взгляд, в следующем области. У нас были два абсолютно потрясающих предыдущих сезона. То есть сезона 15-16 и 16-17 годов, когда моржа и гибельность в растеневодстве просто зашкаливали. И вот я уже неоднократно говорил, что сезон 16-17 годов мы должны людям еще много лет вспоминать, как нечто запредельное. Ну и тогда, и даже тогда было такое ворчание, то есть люди не хотели это замечать, значит, были крайне сдержаны в своих оценках. Ну, по понятным причинам, потому что это просто психология нашего графика. На самом деле это был, ну, почти во всех регионах России выдающийся сезон. Так вот, в ходе этих двух выдающихся сезонов у нас состоялись очень серьезные инвестиции в средства производства. То есть все, кто мог, перевооружился, закупил комбайнов, закупил тракторов, закупил сейлок. Значит, весь центральный черноземный регион обложился, значит, сушками для подкукурузы и подсолнечник, построили складов там и так далее и тому подобное. А сейчас у нас произошло очень серьезное вот снижение партнера в этом сезоне, да? Ну, что должны в этом случае делать игроки? Конечно, они берут паузу, очень серьезную, да? И мы знаем от наших поставщиков средств производства, что у них сейчас, в начале этого года, это очень тяжелые, серьезные времена, то есть заказов нет. Ну, по понятным причинам, потому что у нас произошло взрывное инвестирование за два предыдущих сезонов. Они взяли паузу и потом, надо сказать, когда это исследование-то было? Оно было где-то в февраль-марк, да? На конец марта. Ну, конец марта. То есть вот в самый такой момент, когда еще у нас даже цены, я бы не сказал, что цены сильно заиграли вверх, потому что у нас сейчас, в последнюю буквально неделю, очень серьезные выроски. Поэтому я думаю, что все еще вернется, но, конечно, нужна какая-то пауза, будет какая-то пауза, потому что вот просто произошло уже взрывное инвестирование в два предыдущих сезонов.